Чтобы понять этот поступок, простому смертному не понять. И в одном месте, этому Ефесину, я нашел у апостола Павла, когда он говорит, «Я преклоняю колено пред Отцом Господа Иисуса Христа, чтобы додаст вам укрепительную благодатью во внутреннем человеке и веру вселиться в Иисусу в сердца ваши, чтобы вы укрепленные, укорененные в любви, масли постигнут со всеми святыми, что есть широта, глубина и высота, превосходящие разумение любого Христова. Эта любовь превосходит разумение. И чтобы это понять, надо и крепко молиться, и любовью в сердце Иисуса Христа вселиться. И только тогда мы можем уже на уровне святых понять, почему, какая же высота любви Бог отдал. Игорь, возьми у меня. Сфотографируйте. Я говорю, я когда понял эту мысль, до меня дошло, что это настолько непостижимая высота любви, чтобы единственное сыно, вот любой, сейчас скажи, что отдашь сына свою к этому изюрам, да ты что, открестишься, сказать нет. А Бог же все-таки поставил, насколько Он возлюбил нас, и чтобы нам эту понятию, высоту и широту и долготу этой любви, говорит, непостижимую разумом любовь, нужно крепко быть духом и подтвердить свою любовь, и только тогда мы можем исполниться всей благодатью познания этой любви. Правильно я понял? То есть невозможно просто объяснить, это нужно особый образ жизни, крепкая любовь, вера в Христу, и тогда мы поймем, насколько у нас грешников Бог любит. И ведь не наказывает нас за каждый наш грех, и даже за тяжкие грехи не наказывает нас. Тут вот что еще, что Бог знает, что даже те убийцы, какие совершили столько преступлений, они имеют шанс когда-то покаяться, и посылают, поэтому это не просто, а может покаяться. Многие люди дошли до предела безумия, убивали священников, а потом покаялись. Убивали пророков, а потом покаялись. Это житья об этом говорят. И поэтому намерение сына, что они устыдятся, отдельных личностей коснулось. Ну как спасал, уже убивал. Ну уже тут в красноречиве не скажешь никуда. Раз были образцы, допускают, что это когда-то, но никакие меры там, конституции, какие-то новые эти законы, чтобы это оградить от этих, от насильников, от этих пидорасов, ничего не поможет. Пока у человека Бог не коснется сердца, он будет искать и зашляться, где и что сделать, какое преступление, где можно совершить грех. Поехали, братья. Здравствуйте. Здравствуйте. Не надо фотографировать меня. А мы вас и не фотографируем. Нет, я боюсь. А что думаете? Останьтесь.